Всем привет! Мы находимся в Орландо, в адвокатской конторе. Сегодня будем рассказывать о самых популярных визах для иммиграции из бывшего Союза в США. Передаю нас замечательная девушка. Сейчас она вам расскажет, кто она, что она и почему мы, собственно говоря, это делаем. Погнали! Добрый день! Меня зовут Виктория Шелегина. Я иммиграционный адвокат из Орландо. Моя практика специализируется на иммиграционном праве. По большей части это предоставление политического убежища и бизнес-иммиграция, в частности Extraordinary Abilities Visa, это так называемые O-1 и EB-1 визы, а также часть инвестиционных и бизнес-виз, таких как E-2 и L-1. Сегодня мы обсуждаем с тобой политику и EB-1. Верно. Это будет несколько у нас серий, несколько съемок, поэтому будет все постепенно, постепенно, постепенно. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их задавать в комментарии, либо я, либо Виктория будет уже отвечать. Про политику. У нас очень много информации о политике в интернете, в русскоязычном, в форумах, все что угодно, все специалисты. Я хочу поговорить о каких-то специальных вещах, в которых люди либо не догадываются, либо они, не знаю, может быть, заблуждаются в чем-то. Какие-то новые темы сейчас, какие появились по политике, что нового в законе, в сроках. Сроки появились. Можно сказать. Расскажи про сроки, что интересного, когда подаваться, зачем подаваться, стоит ли подаваться сразу, либо потом. Вот такие вот темы. Смотри, в конце января 2018 года, этого года, сколько там, 4 месяца назад, грубо говоря, иммиграционная служба издала, выпустила новый регламент относительно процессуального порядка рассмотрения кейсов по политическому убежищу. Если описать это все в двух словах, то, грубо говоря, теперь политика такова, что кейсы рассматриваются по принципу «первый зашел, последний вышел», или наоборот, то есть «последний зашел, первый вышел». То есть цель вообще такова, как официально иммиграционная служба, она декларирует, что они хотят вызывать на интервью людей, которые подали на предоставление политического убежища, кейс на политическое убежище, в течение 21 дня с момента получения кейса. Я хочу сказать, что по большей части эти сроки, конечно, не соблюдаются. Но хотя к нам обращались люди, которые подавали как раз в конце января, и их вызывали буквально в течение 21 дня с момента подачи. Ну, это вот единичный случай был. Обычно я могу сказать, да, что называется, не скажу обо всех иммиграционных офисах страны, но я могу сказать, что асайлм-офис в Майами – это где-то порядка 7 недель. Ну, в среднем, опять же, да, плюс-минус, и это тоже от кейса зависит, от чего угодно. Ну, вот, ну, порядка 7 недель. То есть нужно, стоит ожидать того, что вызовут на интервью. Что это означает? Это, по большей части, означает то, что если раньше можно было отправлять заявление, скажем так, да, ходатайство с неполным составом доказательств каких-то или еще чего-нибудь. Просто форму. Ну, подать, да, форму, условно говоря, а потом, да, потом, в общем… Дослать. Дослать, да, да. То есть сейчас нужно понимать, что если вы сейчас подаете кейс для асайлума, для политического убежища, этот кейс должен быть готов. То есть вы должны быть готовы прийти уже… На 100%? Ну, да, да. То есть может быть, конечно, да, какие-то может быть случаи, когда вы сроки поджимаете, вам необходимо подать, то есть уже подавать то, что есть, но вы должны опять же понимать, что к моменту подачи на интервью у вас должны быть все документы с собой. Я могу сказать следующее, что вы имеете право два раза отложить, скажем так, интервью, да, по уважительным причинам. Такие как? Ну, не знаю, не дай бог, болезни там, еще что-нибудь какая-нибудь. Опять же, да, вот какие-то, вы ждете доказательства очень важные, которые влияют… Критичные. Да, да, то есть вот совсем такие. То есть опять же, это, понимаете, это на усмотрение иммиграционного офицера. То есть первый перенос интервью они дают, как правило. Дальше уже, в общем, они смотрят, насколько у вас веские основания для того, чтобы… Как офицер на въезде в страну. Ну, да. Закатил. Да. И здесь вопрос такой, стратегический я бы его назвала. Да, если раньше подавались вот до этих новых правил, раньше люди подавали свой кейс и ждали там порядка 2-3 года, не знаю, 4, до вызова на интервью, то сейчас сроки, безусловно, сократились и сделано это, в общем-то, да, иммиграционная служба не скрывает, для чего она это сделала. Для того, чтобы минимизировать выдачу разрешения на работу. Потому что, как вы все знаете, пенглин касаемо, то есть политическое убежище, дело о политическом убежище, которое рассматривается, оно дает право, если оно рассматривается более 150 дней, то вы имеете право на получение разрешения на работу. Вот. И, собственно, иммиграционная служба хочет прикрыть эту лавочку и минимизировать количество, количество выданных разрешений на работу. Это политика Трампа, покупая американское... Да, да, это как раз вот год назад... Защита американских... Да, год назад, да, как раз наш президент издал указ «By American, High American», и вот, да, одно из... Один из постулатов этого, да, этого указа... Выполнение майских указов президента. Да, 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 апрельских тезисов, да, тезисов, да, практически Ленин. Так вот, все просились выполнять. Соответственно, как... Смотрите, да, да, то есть как получить... То есть когда подавать, собственно, опять же, да, когда подавать. Зависит это от многих фактов. Я хочу рассмотреть два варианта развития событий. Первое, когда вы подаете, находясь, вы подаете свое ходатайство, находясь в статусе, да, и иммиграционная служба выносит решение по вашему кейсу, когда вы все еще находитесь в статусе. Легальном. Легальном статусе, да. Когда я говорю в статусе, я подразумеваю, что вы находитесь в легальном статусе, да, собственно. Когда, например, вы въехали сюда по туристической визе, не знаю, в январе 2018 года, и в феврале вы подали свой кейс в иммиграционную службу. Предположим, вот сейчас в мае вас вызвали на интервью. В мае вызвали на интервью, в конце мая, к сожалению, вдруг, если вы получили отказ. То есть потом и дальше, когда вот после интервью, они берут время какое-то. Ну, как правило, две недели они декларируют. Раньше это было, не знаю, до четырех месяцев. Сейчас они стараются все это экспедировать, делать быстрее. И, соответственно, они, если они за две недели или за три, выносят, но они не решение. Представляют тебя о намерении отказать тебе. О намерении отказать, да. То есть они, да, в этом намерении, соответственно, они указывают, чем оно хорошо, это намерение. То есть оно, в общем, ничего хорошего, по большому счету. Оно от тебя окошечко. Ну, окошечко, да. 16 дней, на самом деле, такое окошечко. Небольшое? Прямо скажем, да, небольшое. Чем оно хорошо? В том, что мы видим, что именно настораживает иммиграционного офицера. То есть видим, он показывает слабые стороны кейса, по его мнению. По ее, по его мнению. Он дает комментарии. Ну, комментарии, да, да, да. Которые можно, соответственно, есть 16 дней у вас для того, чтобы эти комментарии отбить, да, так в кавычках. То есть свои контраргументы какие-то представить. То есть это хорошо. А кому их предоставляем? Офицеру же, туда же. Все туда же. То есть мы два раза будем интервью выходить? Нет. Если, ну, во-первых, второй раз интервью, это тоже нередкий случай, когда люди могут пройти второй раз интервью, если необходимо. То есть оно не такое длинное будет, да, как первичное интервью. Но, в общем, если возникли какие-то вопросы у иммиграционного офицера, то есть есть случаи, когда действительно, да, вызывали на повторное интервью. Но, само по себе вот это вот получение notice of intent to deny, когда мы, соответственно, готовим весь этот кейс, да, там, контраргументы на каждом. На каждый тезис офицера и подаем. Дальше они рассматривают и два варианта событий, да. Либо они говорят, что, окей, хорошо, мы принимаем ваше объяснение, вот ваш ассайлум, пожалуйста, проходите. Либо мы, они говорят о том, что нет, мы ничего не принимаем, и, собственно, вот final decision, да, решение такое финальное, окончательное. Вы возвращаетесь в ваш статус. То есть я подвожу, пришло время интервью, пришли на интервью, отцебеседовались через, или в течение недели, в десяти дней. А две недели, как правило, две-три недели, ну, это при хорошем стечении обстоятельства. Мы получаем notice, в нем указаны все аргументы товарища офицеров, мы на них делаем какой-то ответ. Мы аргументируем, да, все наши позиции, делаем другие аргументы, и предоставляем им снова. И тогда они там в течение, там, опять, десяти, там, пятнадцати. Ну, не знаю, какие дни они там, да, это будет, это тоже они, да, они принимают. И тут вопрос такой, если они принимают это финальное решение, на дату принятия этого финального решения, вы еще находитесь в статусе, в легальном статусе, то есть ваше, ну, условно, да, 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 вот в этом случае, то это решение финальное, то есть окончательное, у вас нет возможности его обжаловать. Если вы в это время находитесь уже вот за пределами вашего статуса, 2 июня, да, условно говоря, когда вы уже вне статусе, то ваш кейс автоматически переносится, передается в иммиграционный суд, то есть иммиграционная служба выносит так называемую notice to appear, и этот кейс ваш переносится в иммиграционный суд, где вы уже возьмете, у вас будет возможность второй раз представить этот кейс перед иммиграционным судею. У меня вопрос, это наше право пойти в суд? Ну, нет, нет, нет. Или это государство в любом случае передает, вы, ваше право, вы можете просто пойти, да, и за неявкой суд будет ордеру, да, и то есть это совсем так будет не очень, не очень хорошо. Ну, уже нет суда просто, типа того. Removal and Abstention, то есть это называется, да, то есть вас вынесут ордер, чтобы вас депортировали, да, То есть, ну, понятно, у людей есть желание все-таки остаться в стране, поэтому они придут в суд. Поэтому лучше прийти, да, соответственно, ну, если психовать, да, да, если они придут в суд, соответственно, дальше уже идет следующее, следующий процент. Если они получают вот это вот уведомление в суд, как делается кейс в этом случае? Ну, кейс делается точно так же, да, то есть мы имеем право там... Могу ли я получить это уведомление и сказать, что там у меня 15-го, там, не знаю, августа у меня суд, я пошел в суд, я пришел в суд в рубашечке, и все, и с паспортом. Или нет? Или я иду к адвокату, мы делаем какие-то бумаги, мы там... Нет, ну, смотрите, обязанности представляться, обязанности быть представленным, да, в суде, адвокатам, нет, то есть вы можете, да, есть случаи, когда люди выбирают представлять просто, и так называемые, представлять себя сами. Они очень мало выигрышные, я знаю точно, я читал статистику, это просто... Это просто как на танк с саблей. Да, то есть, как бы, да, я не рекомендую, давайте будем говорить, что называется reasonable people, да, то есть люди, которые... Нет, честно говорим, абсолютно честно, вот, без всяких заискиваний. Да, то есть, и... нет, первый этап, когда приходит, когда иммиграционная служба, я первое скажу еще следующее, как вы понимаете, в иммиграционной службе скопилось огромное количество вот этих вот «notices to appear». И на одной из последних конференций иммиграционных представители иммиграционной службы, соответственно, сказал о том, что это не их приоритет сейчас вот направлять эти уведомления в суде. Ну, у них нет времени просто, не времени, ресурсов, я не знаю. Хотя, опять же, то есть, я бы сказала так, в среднем, насколько я вижу, по тем кейсам, которые у нас есть, где-то в течение 10 месяцев-года проходит с момента того, когда вот люди получают уже это уведомление, да, о том, что там дело передано в суд. Как происходит процедура в суде? Что там делается? Подожди, мы берем эти бумаги, мы их готовим, мы их дополняем, мы их усиливаем. Ну, безусловно, послушайте, да, если вы это готовили вдруг, случайно, без участия адвоката, то я, как бы, да, вот это, ну, очень-ка, что называется, «strong recommend», да, обратиться к адвокату, и чтобы он доработал этот кейс и, собственно, вообще сделал этот кейс, обработал этот кейс. Но, понимаете, как правило, как правило, времени недостаточно для того, чтобы вот уже прийти с этим кейсом и в суд и сказать, что вот давайте рассматриваем, я готов сейчас. То есть процедура несколько другая. То есть вы идете к адвокату, вы нанимаете адвоката, вы работаете над этим, над этим кейсом. Это не дело недели или двух недель, то есть, ну, процесс может быть там вам необходим, возможно, вам придется достать какое-то дополнительное доказательство, правильно? Ну, то есть какие-то документы, я не знаю. Вам суд первое, назначает первое слушание, так называемый мастер-херинг. Как это выглядит? Там порядка, не знаю, 20 таких же вот ваших, не знаю, товарищей, по счастью, по несчастью, которые оказались в таком же положении. И, соответственно, мастер-херинг, оно ограничено, это слушание ограничено тем, что судья просто спрашивает там у вас, понимаете ли вообще, почему вы здесь, да, что такое. То есть, если у вас адвокат, если у вас нет адвоката, вот вам список, не знаю, адвоката, к которому вы можете обратиться и прочее, прочее. И дальше, соответственно, он спрашивает, готовы ли вы, в общем, уже к индивидуальному слушанию, да, вот к слушанию, когда будет рассматриваться ваш кейс в нормальном таком судебном порядке. Если вы готовы, вдруг, случайно, во время первого мастер-херинг, то тогда судья назначает. И он назначает это буквально завтра? Нет, опять же, я не могу сказать обо всех судах. Среди в больнице? Да, я могу сказать о суде в Орландо, миграционном суде в Орландо. Мастер-херинг, который был в марте, назначили индивидуальному херинг на февраль следующего года. Год? Да, ну, 10 месяцев, 11, да. В Нью-Йорке это 2 года, я знаю людей, кто ожидают 2 года. Да, это связано с тем, что, в общем-то, миграционные суды, ну, нет у них достаточно судей для того, чтобы для обработки все эти... Не резиновые. Не резиновые, да, да. Всех не поместить за... Да, собственно, да. То есть это первое установочное, так называемое мастер-херинг? Да, установочное. На второе установочное слушание вы уже приходите и, соответственно, опять же, да, судья спрашивает, насколько вы готовы. Если вы готовы, то назначают, если вы не готовы, то вам придется, в общем-то, аргументировать, почему вы не готовы, потому что, в общем, опять же, как я сейчас говорю, суды, у судов очень много, очень много дела, и они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее рассмотреть ваши кейсы, избавиться. Какая у них политика рассмотрения? Они, я надеюсь, точно так же подходят взвешенно, аргументированно. Смотрите, что называется, но офенс, да, но давайте установки всех отбревать. Нет, ну, послушайте, нет, конечно, это же суд, они должны руководствоваться законом прежде всего. Я могу сказать следующее. В асайлом офисе, да, вот когда вы интервью проходите, офицер, иммиграционный офицер, они тренированные, безусловно, то есть они квалифицированные офицеры-специалисты, но они не являются юристами. То есть, нет, они не являются юристами, не обязательно, то есть если они вдруг случайно окажутся... Не обязательно, уже хорошо. Может быть, они не юристы. Ну, да, то есть, ну, как бы, нет такого требования, чтобы они были юристами, именно миграционный офицер, который проводит интервью. То есть это люди, которые просто вот... Государственные служащие. Служащие, которые, да, которые прошли специальный тренинг, ну, безусловно, такой серьезный тренинг на рассмотрение подобных кейсов, но они не юристы, еще раз повторяю, да. Нет, офицеры в Америке, это государственный работник, который, на гаверменте работает, на правительство. То есть это не человек в погонах. Да. Не всегда. Да. На почте тоже бывают офицеры работают. Ну, вот такие ребята. Или права выдают тоже офицеры. Тоже, это правда. И, соответственно, когда вы приходите, когда уже вот в суде, в самом, суд рассматривается судью. Ну, судья, да, как вы понимаете, я думаю, догадываюсь, что является. Является, да, очень квалифицированным. И правительство в этой стороне представляет, опять же, тоже иммиграционную службу. В этом случае уже представляет юрист, безусловно, да. И вас представляет ваш адвокат. Ну, я надеюсь, вас представляет ваш адвокат, да, который тоже является юристом. И, собственно, вот я, ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, такое-то уже... Общение идёт в профессиональном ключе. И, соответственно, здесь, ну, речь идёт о том, что, конечно, никто не руководствуется тем, что мне там что-то не нравится, не знаю, там, цвет глаз... Ну, это понятно, личностных никаких не нужно. Ну, должно быть, да, не должно их быть, о них, в принципе, не должно быть, да. Ну, в общем, нужно аргументировать. Ну, то есть, эта комната, туда заходит судья... Это, да, вот, то, что увидите, то, что увидите, там, не знаю, там, в кино, да, вот. Судья в мантии, прокурор, в кавычках, да, представитель государства, правительства и адвокат. То есть, это не зал, там, не знаю, это просто вот... Нет, ну, это зал, ну, это, ну, судебный зал, слушай, за зал, да, такой, для судебных слушаний. То есть, там больше никто, никого, зрителей нет, никого... Смотрите, ну, как, там есть лавочка для зрителей, да, для людей, которые... А, сайлл-кейсы, то есть, кейсы по политическому убежищу, они вообще очень конфиденциальны. Абсолютно. Да, то есть, как бы, вы не можете просто затискать, а можно я послушаю. Нет, безусловно, то есть, зрителей там точно не будет, если вы только сами там не разрешите, да, того, что сказать, что да, хорошо, пусть приходят. Ну, какие-то, не знаю, студенты или просто публика. Ну, то есть, юрист, там, судья, адвокат и... Да, представитель и юрист, да, со стороны правительства, со стороны государства. И переводчик, соответственно, если вдруг это необходимо. А, отмотаем назад, на интервью, там ведется аудио, какое-то поддержка, какой-то второй человек там сидит на телефоне, который подтверждает ситуацию по стране. Если есть переводчик, если есть переводчик, если заявили переводчика, соответственно, этот переводчик присутствует, то в этом случае, да, иммиграционный офицер набирает специальную линию, там есть переводчики, которые работают на государстве, которые просто по телефону слушают корректность перевода переводчика заявителя, да, тот, который... А есть, хорошо, третий, какая-то страна, которая подтверждает, допустим, офицер же не может знать всю ситуацию в стране, ну, допустим, есть там такая позиция, так ли она себя ведет, так ли они действуют, может быть, заявитель говорит неправду? Нет, ну, во-первых, мы так надеемся, да, что офицер, иммиграционный офицер, перед тем и после того, когда он проведет интервью, он ознакомляется со специальной информацией. Ну, сейчас он сразу выдаёт, вот, прям вот сразу, сразу, по крайней мере. Хорошо, после того, когда они, да, то есть они ознакомляются, есть специальный country conditions report, да, и, то есть, и, во-первых, когда вы подаёте свой asylum case, я предполагаю, в любом случае адвокаты так делают, они подают специальный разрабатанный country conditions report, то есть специальный документ, который пишет, вот, описывает те именно обстоятельства, на которые ссылается заявитель, да, о том, что действительно так есть, и на официальные источники, которые подтверждают, что вот такие факты имели место быть, и что это правда, да. То есть вы можете, нет, вы можете экспертов каких-то, то есть есть случаи, когда необходимо, когда, собственно, необходимо ещё участие эксперта. В таком случае заявитель может попросить соответствующий statement, да, соответствующее заявление, экспертное заключение от какого-то эксперта, в котором, там, я не знаю, от адвоката российского, да, или там ещё от кого-нибудь. Ну, это как доказательная база, я просто о человеке, то есть он никто... Нет, третий человек, там, пятый человек, может присутствовать супервайзер, просто вот, да, для того, чтобы смотреть. За офицером? Да, да, но не для того, ну, как вот, за всем проведением интервью, да, для того, что, ну, не для того, чтобы сидеть, и там, контролировать, да, да, не для того, чтобы там рассказывать офицеру, да. А вот так вот было, офицер поворачивается к нему, а что, правда такое было, так и бывает, да, нет. Отлично, этого не бывает. Отлично. Вот, и второй процесс, который уже, я надеюсь, финальный, положительный. Как вам происходит, когда было установочное заседание? Второе. Через год? Через год, ну, вот, мы сейчас просто что об этом говорили, то есть приходит, да, вот, судья, никого нет, соответственно. То есть, когда мы говорили о том, что, о мастер-херинг, то есть, там сидит, там куча людей сидят точно таких же, то есть, вызывают по очереди, а не уходят. Но там никакой конфиденциальной информации не разглашается. Как вас зовут? Спрашивает судья, как вас зовут, знаете ли вы там, почему вы здесь, есть ли у вас адвокат, или вот с вами сидит, кто это? Это мой адвокат, хорошо, то есть, замечательно. И когда, готовы ли вы назначить индивидуальное слушание? Если не готов. Не готов, хорошо, почему, что судья спрашивает. Опять же, я говорю, если первый раз, да, первый мастер-херинг, судья говорит, окей, хорошо, вот, даю вам там, я не знаю, условно, три месяца, шесть месяцев, в зависимости от судьи, тут тоже на кого попадешь. Приходите. Потом следующее установочное заседание. Да, второе, да, установочное заседание. Ну, я по-расистному. Да, установочное заседание. Следующее, там говорят опять, готовы или не готовы. Если вы готовы, то, опять же, вот, назначают условно, через год, да, сейчас это вот абсолютно... Непонятно. Непонятно, да. И, а если мы говорим, что нет, мы не готовы, судья может, в общем, может спросить, что же вы не готовы-то, у вас времени очень много, и по каким причинам именно вы не готовы. Ну, и все. Ну, за год подготовитесь и... Да, абсолютно, они могут сказать и в этом случае, да, что время есть, да, вот, успеете все это сделать, да, это тоже нередко. Отлично. Суд вынес решение сразу или какое-то время проходит? Нет, ну, какой-то... То есть, как по-судья может... Нет, время проходит какое-то, конечно, безусловно. То есть, он может сразу сказать, он может взять таймала для того, чтобы посмотреть, просмотреть, то есть это... И все по почте, как правило, все подтверждается. Дальнейшие действия какие? Ну, вообще... Получаем асайлом, ждем грин-карту. Да. Через год. Получайте асайлом, да, и пользуйтесь всеми бенефитами, что называется, постоянное разрешение на работу, там, да, через год получаете грин-карту, еще через 4 года подаете. Ну, не получайте грин-карту, через год, давайте скажем так, через год вы подаете. Сейчас сроки, сейчас сроки очень увеличились, там, отдача грин-карты до полутора лет увеличилась, вот я смотрел. С года до полутора. Да. А, выдача только? Выдача. То есть асайлом получили, год подождали, заплавились на... Да, да. Еще полутора ждете грин-карту, да, да. Я могу в это время выезжать из страны? Ну, если вы, да, у вас еще нет грин-карты, соответственно, вы можете выезжать, если у вас есть рефиджи-тревал документ, соответственно. Могу получить и поехать. Да. Я не буду объяснять, что я там поехал поболеть, там у меня кто-то погибает. Нет, ну, я только не рекомендую ездить в страну, от которой... Естественно, да, конечно, но сейчас для того, чтобы вот мы не допустим... Это не адванс-парол, если вы говорите об этом, нет. Это не он. Мне нужно по повеской причине выехать из страны. Нет, это не так называемый рефиджи-тревал документ, там платится определенный фит, то есть, как бы делается. Ну, да, он там на год выдается и прочее, прочее. То есть, ну, да. То есть, я могу путешествовать, не обязательно по плохим причинам выезжать. Ну, если вдруг, да, у вас какие-то что-то, да, да, если у вас что-то случится, не знаю, ну, вот вам нужно поехать, да, не просто, не знаю, там, в Доминикану, пожалуй, позагорать, вам нужно вот куда-то поехать по работе условно. Говорят, то есть, вы понимаете, да, то есть, нужно взвешивать вот все эти риски. Если просто поехать... Стоит на заводе или нет вообще? Да, 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 может, и стоит подождать полтора года. Что случается, если вы подаете, если вынесено финальное решение в тот момент, когда вы оказались в статусе? Вы еще находитесь в легальном статусе, то есть, вы... До 1 июня. Да, до 1 июня. Соответственно, люди... Тут два, что называется, два мнения. Такие, кто-то говорит о том, что это final decision, то есть, это окончательное решение, вы не можете его обжаловать, и все, больше у вас никаких вариантов нет. А кто-то говорит, нет, вы можете. Ну, правда, посередине, какая истина, да, кроется посередине, на самом деле. То есть, когда вам отказали в асайлуме в политическом убежище, ваше заявление было отказано. Ну, это не говорит о том, что... Это не означает, что вы не можете второй раз попробовать подать эту аппликацию. Которую именно? 589-ю, вот обычную. Да, а affirmative asylum, да, обычная, да. И таким образом, грубо говоря, если вот по этой пути идти, у вас даже не два шанса, то есть, не две попытки, а три попытки, получается. Вторая, в третью переход. Ну, стоит оно или того не стоит, честно говоря, это нужно решать в предметной зависимости от ваших каких-то стратегий и прочее. Это нужно обсуждать столько. От планов на жизнь. От планов на жизнь, то есть, да, нельзя советы. То есть, и тот, и другой случай имеют плюсы и минусы, поэтому... Ну, смотрите, я просто хочу сказать, что... Еще раз подвести к тому, что сроки очень короткие сейчас для подготовки документов. Вновь прибывших. Для вновь прибывших, да, я имею в виду для вновь прибывших, поэтому подаваться нужно уже с такой хорошей и готовым кейсом. И не только форму нужно подавать, да, то есть, нужно подавать полный пакет документов. А что мы готовим, что входит в обычный пакет документов, так, чтобы понимали? Ну, помимо формы, да, понятно. Вот. Входит соответствующий такой вот legal memorandum, legal memo, то есть, юридические, скажем так, да, вот такие аспекты, которые ваш адвокат готовит по вашему кейсу, подтверждают о том, что вы действительно, ну, ваш кейс достоин получения политического убежища. Всполнение адвоката, он соответствует всем, 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 всем нормам правилам. Да, ну, то есть, вот, да, то есть, кейс-лоу, да, и прецеденты, и законодательство, оно подтверждает, что вы, да, вы подходите. Country, как мы уже говорили, Country Conditions Report, да, документ, который подтверждает о том, что, подтверждает те обстоятельства и официальные источники, когда цитируют официальные источники, которые подтверждают те обстоятельства, на которые ссылаются, да, вот, которые как раз ты готовишь, такие документы. И пакет доказательств, ну, соответственно, да, у кого, в зависимости от кейса, у всех разные доказательства. Единственный момент, что я хочу сказать о том, что доказательства предоставляются, ну, так, на всякий случай, они, должен быть перевод, если эти документы не на русском языке, о, не на английском языке, там, например, на русском. На любом другом, кроме английского, я бы так сказал. Да, 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 только на английском должен быть сертифицированный перевод, опять же, да, вот такие переводы, которые ты готовишь. И, собственно.